КОРНЕВЫЕ ГНИЛИ Следующей проблемой остаются насекомые-вредители, такие как злаковые мухи в первую очередь, или может быть где-то еще жужрица жила у кого-то. И, наверное, это развитие, естественно, корневой системы и габитус самих растений перед уходом в зиму, на что как агротехника, так и выбор препарата для обработки семян оказывает непосредственное значение. В первую очередь начнем с того, что оптимальной фазой ухода в зиму для зимой пшеницы является либо шильце, либо кущение. Вот сейчас она находится в фазе 2 листа начала кущения, это еще не оптимальное состояние. Но это Краснодар, как вы понимаете, здесь суперзимы не бывает, поэтому кустица она все равно будет продолжать. И главная задача препарата это не оказывать фитотоксического действия на процесс формирования корневой системы и, соответственно, кущение. Что должен сделать агроном? Он должен был учесть, в какой фазе пшеница уходит в зимовку. Вот это самое важное на данный момент, понимая, что 2 листа это худшая фаза для перезимовки. Ну и, конечно, мы должны помнить, что еще одна задача любого препарата для обработки семян это поддержание развития корневой системы. Тоже очень важная вещь, на которую мало кто обращает внимания. Начнем с того, что развитая корневая система это сформированный узел кущения, который накапливает сахара. И развитая корневая система это поглощение питательных веществ. Допустим, в 1 кубическом сантиметре почвы должно быть 5 сантиметров корней для того, чтобы нормально поглощать фосфор. Поэтому, если у вас слабые растения, слабо развитая корневая система, то фактически сколько бы вы фосфора или азота не вносили, растениям он достанется где-то, может быть, ну на 1 треть, наверное, максимум. Поэтому вот для осеннего развития, для закладки узла кущения и для успешной перезимовки развитие корневой системы, соответственно, является чем-то гораздо более серьезно важным, чем, допустим, попытки контролировать мифические корневые гнили. Хотя на самом деле прикорневые гнили все чаще и чаще являются, ну все более таким серьезным ограничителем урожайности, скажем так. Согласитесь, что на самом деле мы и научились справляться с корневыми гнилями, это небольшая, по большому счету, проблема. Если это проблема, то это в первую очередь проблема агротехники, проблема агронома, сроков сева, глубины заделки семян. Опять же, если я думаю, все помнят, что семена нельзя заделывать глубже длины калиоптиле сорта, для азимой пшеницы это 3,5-5 сантиметров, не глубже ни в коем случае. Вот эти попытки сеять в погоне за влагой, которая где-то там, да, это наивно, это к агрономии не имеет никакого отношения, к бизнесу тем более, к сельскохозяйственному это тоже не имеет никакого отношения. Поэтому 3,5-4 сантиметра это обязательное условие для получения нормальных всходов, а это еще и норма высева. О норме высева мы поговорим чуть позднее. Субтитры подогнал «Симон»